Приветствую вас! Вы знаете, как-то вот двойная, двоякая картинка у меня получилась после прочтения вашего сообщения. То есть, с одной стороны, вроде бы, младший человек действительно вас любит, вроде бы он хочет быть с вами, вроде бы как он серьезный человек, военный, и общение его, в принципе, тоже вполне себе нормально. По нынешним меркам. Но есть несколько моментов, на которые я хотел бы обратить, наверное, ваше внимание. Это моменты, связанные в первую очередь с тем, значит, что, например, мужчина, ваш мужчина, относится совершенно попустительски к тому, когда вы блачете, когда вам плохо, то есть, его это особо не волнует. Вот вы сами говорите, что ему пофигу в этот момент. И это говорит о том, что человек не чувствителен либо к вам, либо, ну, вообще, к переживаниям. И здесь нужно четко понимать, что дальше будет, ну, не будет дальше, а лучше. Хуже? Да, возможно, будет. Лучше нет. Следующий момент. Значит. То есть, что он заставляет вас заниматься спортом. Вот это вот вообще непонятно. А заставляет он вас заниматься спортом зачем? Особенно если учесть, что у вас проблемы с здоровьем. И нагрузка, нагрузка вам большая, не нужна. То есть, вот как-то непонятно, молодой человек заботится о вас или нет. То есть, зачем он заставляет вас заниматься спортом? Почему вы позволяете ему заставлять вас заниматься спортом? Вы сами для чего это делаете заниматься спортом? То есть, тут вот какие-то непонятные вещи совершенные. Далее, молодой человек предъявляет вам какие-то претензии. Тоже, эти претензии, претензии, они несколько странные. То есть, тут он сам расставался, то по одной, то по другой причисни. И как-то вот точно не очень понятно. Он, видимо, не знает сам чего хочет. А если и знает, то довольно такой человек, да, то есть, не желающий принимать именно вашу позицию. А думающий только о себе, например. Думающий только о том, чего хочет он. И только и правильно то же, что он считает. Правильно то, как он считает. Ну, это, надо сказать, для военного человека вполне себе нормальная характеристика. Для военного человека это вполне себе такое, ну, вагономерное поведение, если угодно. Но вам необходимо понять и определить для себя те вещи, которые вам вредят во всем этом. И если вам наносится вред во всем этом, то об этом вреде нужно человека проинформировать. Ну, мужчину, то есть, нужно проинформировать. А сказать ему прямо о том, что вот, ты знаешь, мне наносится вред, я чувствую, что ты мне вредишь какими-то действиями своими. И, соответственно, посмотрите на то, как мужчина это отреагирует. То есть, если он вас любит действительно сильно, он быстро поймет, что вам вредит и вредить вам не захочет. Потому что любящий человек никогда не будет вредить тому, кого любит. Либо же, если ему будет все равно, то он будет продолжать вредить вам. И это уже показатель того, как человек к вам относится. То есть, вот это вот, момент тоже очень важный. Вы говорите ему о том, что вам наносится вред. И смотрите на его отношение к этому вреду. То есть, вам нужно понять, что кроме вас, вас никто не защитит. Кроме вас, ваших интересов никто не будет защищать. Это очень хорошо нужно понимать этот момент. Чем лучше вы его для себя поймете, тем лучше будет для вас. Теперь дальше, по поводу того, что мужчина мучает вас насчет свадьбы. Ну, здесь нам сказать первое так. Зачем свадьба вам саму? Если вы хотите быть с мужчиной, просто с мужчиной хотите быть, то вам, по идее, вроде как все равно, вместе вы с ним, то есть, женаты вы или нет. Вам главное, чтобы вы были друг друга. Соответственно, для чего вам семья, лично вам это первое? Насколько обусловлено объективными обстоятельствами ваше желание? Не продиктовано ли это желание тем, что вы, например, чего-то боитесь, что вы чего-то опасаетесь? Не продиктовано ли ваше желание тем, что вы хотите чего-то для себя, например? Вот это все нужно очень хорошо определить. Над всем этим нужно очень хорошо подумать вам. Потому что, если это действительно так, если вы хотите чего-то для себя, то тогда, боюсь, ситуация довольно плачевная. Потому что вам тогда нужен не мужчина, как таковой, а только лишь брак и семья с ним. Но я этого не знаю. Я просто хочу, чтобы вы как-то вот сами для себя этот момент постарались определить лучше. Потому что пока непонятно. Непонятно пока, чего вы хотите. И вот уже исходя из этого вы и будете думать. Если объективные условия, то объективность условий, объективность и субъективность условий, которые заставляют вас хотеть жениться, выйти замуж за мужчину. Нужно обсуждение. То есть нужно обсуждать, насколько объективны условия, которые полкают вас на то, чтобы хотеть семью именно с этим мужчиной. И по моменту это очень важно, на самом деле, действительно очень важный момент. Значит, это то, что я хотел вам сказать. Если условия объективны, если объективно по этим условиям вы хотите семью и для вас это очень важно, а молодой человек вам этого не дает, значит он думает только о себе. Если молодой человек думает только о себе, значит он вас не особо-то и любит. И именно его интересы будут определять его же поведение. И вот в зависимости от того, как быстро в данном случае вы вот это для себя поймете, как быстро вы себя вот это определите, будет в зависимости от этого будет определяться ваша дальнейшая жизнь. То есть как у вас будет она развиваться, что вы будете делать, как вы будете дальше жить. То есть, например, сможете ли вы быстро человека отпустить от себя? Так, сможете ли вы начать жить своей жизнью, например? И тогда. Ваш страх, я понимаю. Ваше нежелание жить вне определенности, я тоже понимаю. Но и вы постарайтесь понять. Тоже очень важную вещь, на мой взгляд, что если мужчина говорит, что вот он хочет, чтобы было определенным образом все. То есть он считает там для себя, что вот должно быть так, как он сказал и все. То это его право так думать. Вы не вправе его приубеждать, но вы вправе действовать так, как вам хочется. Вы вправе действовать так, как диктуют ваши интересы. Потому что он, мужчина, действует в своих интересах. Если вы не будете действовать в своих интересах, то вы будете себе только вредить. Предлагаю вам проанализировать все, что я сказал. И на основании этого уже принять решение относительно того, что вам делать дальше. Потому что за вас решать мы права не имеем. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные у вас остались, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго. И удачи!